Сейчас я напишу пример с использованием классов и мы сможем так посмотрим все нормально все нормально так middle class давайте создадим создадим игру где будут находиться юниты такие как главный герой и юниты вроде бы вроде врагов игрока мы добавим потом а сейчас сделаем юнит 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 присвоить класс юнит создадим класс юнит это конструктор нашего класса ну давайте давайте зададим передадим ему имя name координаты x y пока что так как мы передаем имя и координаты в аргументах при создании нашего объекта мы должны их сохранить куда мы должны сохранить его внутри нашего класса пишем славный свой ткс так давайте я покрупнее могу шрифт сделать и тут self x стоит x так давайте теперь создадим методы для нашего класса которые нужны в нашей игре шрифт апдейт и дров апдейт и дров пока не пустые сейчас я заполню их так дров давайте начнем дров будем рисовать пока для упрощения будем рисовать наш объект в виде окружности кто-нибудь мне подскажет как окружность ну по-моему x y радиус но там еще должно быть режим заполнения давайте пусть будут закрашены у нас фил 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 дальше пишем self x ну потому что мы должны брать нашего объекта self y да self угу self радиус давайте радиус не хочу его передавать давайте мы его немножко будем случайно создавать сэлф равно love math никакой рандом сит нам особо тут не нужен давайте радиусы будут от 10 допустим до 20 серверный максимум ну и только спроси хорошо там так что в апдейт можно сделать давайте вот чтобы мы могли быстро все это запустить 5 кстати нужно выбрать love попробовать запустить ага и я вспомнил что мы не добавили главные в 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 именно здесь я создал через некоторое время все наши объекты игрока нашего тоже добавлю именно здесь здесь я буду выводить все наши объекты здесь я буду обновлять наши объекты под обновлением я подразумеваю что у нас кто не знает что искусственный интеллект в общем поведение наших объектов вот она будет здесь находиться давайте сразу добавим какое-нибудь простое поведение этих шаров самое простое это чтобы они хаотично двигались по экрану и не надо не нужны для этого никакие условия вот да 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 его и буду использовать целых x как сделать чтобы у нас шар двигался либо влево либо вправо не мы не должны если мы будем задавать координату прям на экране он будет скакать мгновенно а мне надо чтоб он плыл берем и просто прибавляем случайное число так я проверяю то есть пишется пишется аксел случайное число лав мэс рандом ну лав позволяет давайте от минус 10 от минус от минус 100 до 100 умножить на дт умножаем на дт это чтобы у нас плавность движения сохранялась до то же самое для игрека потом мы добавим отдельно проверку на выход ну за грани на границе экрана но мне сейчас нужно так нельзя делать и закрывать тоже не надлежно ну ладно просто как бы трогать не надо ребят чем мы забыли сейчас у нас шарик то есть я запущу сейчас нет много чего забыли вот пустой экран мы должны их а рисование мы его сделали во первых да во первых надо создать допустим объект один какой нибудь сейчас мы его создадим как глобальный переменный объект нас на наш называется юнит точнее класс юнит мы создаем новый мы в нем имеем параметры имя и координаты координаты пусть будут например 300 на 300 так как мы будем его рисовать просто пишем о двоеточие дров скобка скобка как мы его будем обновлять мы пишем о апдейт но обязательно не забудьте передать дт вот этот главный цикл обновления он запускается 60 раз в секунду если ваш компьютер достаточно быстрый то и вот эта функция запускается тоже 60 раз в секунду посмотрим есть наш шар отлично шар дергается давайте добавим еще один шар а нет координаты давайте сделаем 200 меньше да очень похоже вот то что ваня вчера дел так о смотрите второй шар уже другого размера так ребят ну вот я когда сказал что несколько шаров у нас будет серёж под несколько сколько ты до 10 например да предполагал вот мне ребят не хочется сейчас 10 добавлять шаров давайте сделаем да в цикле units units у нас будет табличка пустая пока глобальная переменная for и равно от одного ну давай 50 сделаем дуб м берем наш юнит так и присваиваем его в units units и т значит сначала первый элемент таблицы создадим только давайте мы наше имя изменим мы не просто болт а болт точка точка и числовое значение и преобразуется в текстовое и приклеится к строчке получится был один два три четыре так это мы стираем так цикл энд так как теперь меняется у нас отрисовка тоже самый цикл единственное я здесь не хочу везде 50 цифру эту переносить я здесь уже могу так как у нас уже известно сколько в юнитах уже создан так и мы вместо юнит а нет все правильно нет неправильно так юнит дроу двоеточие это нам не нужно все вот эта штука выводит все наши шары на экран так так урок можно будет посмотреть потом хорошо что записываешь молодец так а здесь мы просто апдейт заменяем не дроу а пишем апдейт ну надеюсь я ошибок не совершил и сейчас на экране а нет совершил ну ладно давайте посмотрим что сейчас произойдет ну кстати эффект классный да как будто такое облако растекается можно где-то даже использовать из одних хотя уже координат запустил так ну они там двигаются рандомно так ну кто-нибудь мне продиктует координаты это вот у нас ширина экрана а ширину экрана мы тоже возьмем из значения функций помнишь low graphics get this так тогда мы здесь пишем low math . run do правильно а вот здесь два параметра первое это должна левая граница экрана ну давайте сколько она у нас там единица получается вот вот а правая мы ее берем с помощью low graphics так давайте я строчку перенесу смотрите чтобы и чтобы она умещалась в экран low graphics x get with так и то же самое а да это ширина по иксу значит да ой я одну скобку еще и так да все правильно а вместо вот этих 300 это по иксу давайте запустим посмотрим ну логично да получается игрек у нас остался а а это значит от одного мы указываем мы даем ему два числа так а теперь здесь игрек будет тоже от единицы единица вверху слева вверху так мы здесь укажем только здесь не вид а хайд надеюсь получится так правильно еще одна скобка так ребят что мне не нравится я хочу имена видеть те ли это шары или не те так где мы рисуем вот здесь так ну давайте знаете что мы еще забыли давайте цвет добавим шара ну рандомный давайте рандомный чтобы он хоть чуть-чуть отличался да именно при создании вот когда вот смотри запускаем в старте да нью юнит нью это создать этот нью вызывает инициалайз да так ну давайте селф колор мы будем передавать туда таблицу сейчас увидите как можно в табличке хранить текст не текст а цвет так сразу думаем от скольки до скольки совсем нет там самый 1.20 будет не видно вот давай 1.20 как Сережа просит но тут же не один надо цвет а нужно RGB прозрачность не будем никакую добавлять так да максимально здесь здесь опять нет давайте просто посмотрим так тоже можно кстати никто не запрещает а а а а а нет нам не нам так да так так с радиусом можно сюда конечно я могу могу инициализировать но сейчас так так случайно да ну чтоб лишнего там нам не интересировать мы запросто можем добавить здесь параметр color вот это стереть и color будет присваиваться сюда понятно как вот мы с именем делаем так так ничего не работает пока да нужно сюда цвет поставить графикс set значит установить и вон он set color вот он принимает написано red green blue и альфа но у нас так я куда то лесну вот у нас цвет хранится color давайте попробуем запустим удивительно я честно говоря думал что придется писать вот такую штуку вот смотрите думал сейчас будет ошибка unpack но видимо в этой версии 10.02 уже все равно работает давайте пусть unpack unpack распаковывает таблицу на значение которое находится ну как вот через запятую мы перечисляем когда передаем три параметра вот она распаковала пусть остается потом посмотрите в смотри help посмотрите то же самое можно запаковать например несколько чисел сделать таблицы например у тебя есть переменные abc таблица t t присвоить t присвоить например 1 3 переменная а ну что находится точнее переменная b и текст какой давайте давайте сделаем даже print так ну ладно не будем я просто как пример показал так тусклые тусклые цвета получились тусклые тусклые потому что мы всего до 20 если мы пишем 255 255 255 сейчас они должны стать яркими ну вроде получается так а давайте поменяем количество шаров вот смотрите это считайте наши враги вот как одной константой изменить количество врагов можно рандомно кстати сделать но у нас рандом будет один и тот же здесь давайте попробуем 5 посмотрим что там 5 кстати давайте пока их 5 я хотел название шара выводить как его можно выводить давайте его будем всегда выводить например белым цветом не все шары у нас белого цвета это белый цвет можете потом у себя сделать константы сделать например таблица белый цвет а в ней будет ну глобальный глобальный таблица в ней будет храниться вот это значение чтобы вам постоянно не печатать а здесь мы сделаем как текст выводить напомните мне лав график спринт да лав график спринт а что там дальше а нет ну текст да сначала получается получается текст какой текст будет писать имя имя нужно да где у нас название хранится в каждом объекте нет объекта ну вот смотри self x self y а мы создавали имя точно так же писали вот там имя у нас хранится self name оно не меняется так ну давайте тогда self точка name а давайте знаете сразу вот что давайте выводить еще и координаты на экране я хочу знать по каким координатам так x здесь двоеточие self точка икс а нет не запятая тоже приклеить здесь запятая y двоеточие кавычка закрывается и self точка y ну я очень надеюсь что заработает что заработает ничего не работает а я координаты координаты не указал нет да вот кстати замечательно мы теперь знаем что можно не указывать координаты иногда по умолчанию в левом верхнем углу текст будет писать это очень редко наверное можно использовать тактик self x self точка y и давайте я перенесу чтобы строчка у нас влезала так ну чё сейчас сейчас должно ага так ну форматирование строчек я здесь использовать не буду дорого вы посмотрите а я сделаю вот как просто округлю спасибо глазастый ошибку на шоу Мэть флур а еще и скобочку закрыть запускаем так так ребят нечего слишком они какие-то длинные как сделать так еще и текст на некоторых плохо видно 1 2 3 4 ну видно да давайте вот что сделаем кто нам мешает сделать отдельную строчку для вывода координат убираем отсюда имя оставляем координаты будем выводить это все по той же координате x значит там же где начинается а давайте нет x минус например 10 это значит вот у нас окружность и мы будем не из центра начинать а о зачем так я говорю x минус селф радиус будем начинать с левой границы нашего так мы не селфы грек а селфы грек плюс там сколько 10 пикселей так теперь здесь нужно убрать вот эти вывод координат сейчас к интересному подойдем уже так ну не скажу что я очень доволен а можно хп добавить знаете полоски как выиграть потом мы добавим когда мы добавим сюда игрока а давайте вот что давайте сделаем какой-нибудь юнит мутант который будет падать сюда вниз экрана вот у нас уже есть юнит а мы сделаем еще один класс как мы его назовем назовем юнит дроп который будет падать юнит дроп и мы наследуем все что мы писали из юнита будет находиться в юнит дропе но кое-что мы перепишем юнит это значит взять все из класса юнит наследовать и мы должны написать одну только функцию так где у нас и апдейт у нас за искусственный интеллект за движение нашего объекта отвечает а здесь юнит дроп должны подставить чтобы он знал вот унит дроп и так их составляем без изменений у него который у него был а игрек будет плюс с какой-то скоростью падать только условия ведем if self y больше например 20 тогда падай подожди больше 20 меньше 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 давайте опять размер экрана сюда поставим love graphics до prime и тхейт и минус надо я не хочу чтобы он прямо вниз выпал за экран я хочу чтобы он остался видимый и текст ну тогда минус а минус минус 2 радиус это будет вот давайте минус 2 радиуса минус сэлл . r умножить на 2 и энд сейчас что-нибудь изменится в игре на самом деле нет нам нужно этих юнит дропов еще добавить несколько чем мы делаем юницы у нас остаются те же мы просто в этот же массив в этот же в эту же таблицу добавим несколько юниц дропов давайте пусть их будет например три падающих все это оставляем тем же просто здесь место имени того класса пишем юнит дроп все то же самое а ну давайте здесь тоже назовем и не был а например дроп дроп вот дроп 1 2 3 нет 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 я их не у меня это заметил а ты прав и прав молодец я ошибку совершил смотри он у нас два падающих ой 333 падающих до остановились остановись отлично так как сделать чтобы у меня этой ошибки не было а смотри вот у меня таблица мы в нее занесли пять элементов 1 2 3 4 5 а тут я опять начинаю с первого же элемента заносить уже другое значит старые занесенные шары я их затираю я туда записывать можно создать массив но тогда нам придется несколько циклов их обхода создавать вот я вам лучше покажу лучше и ну по крайней мере в книжке написано что сейчас нужно стараться делать вот так юнит юниц плюс 1 такое значение позволит записывать всегда в конец смотри пока у нас юнис пустой сколько решетка юнит выдаст какое значение но но без плюс один пока вот смотри ни одного у нас нет значит выдаст ноль решетка не нулю у нас же индекс начинается таблицы интенсировать единицы поэтому и плюс 1 ладно в первой мы записали юнит пусть у нас таблицы уже один кто то есть решетка юнит сколько у нас выдаст теперь когда у нас 1 единица правильно и плюс 1 2 вот так мы потихоньку и добавим в конец запускаем все отлично и 3 падальщика и 5 5 ползунов а давайте добавим вот лера у нас делала мяч который отражается от границы нет или давайте мне скажите чё чё добавить может давайте игрока добавим смотрите как легко добавить игрока игр так юнит друг а мы вот это вот самое берем чтобы добавить игрокам нужно вот эти строчки все нам все добавить давайте назовем его player player его имя у него будет не искусственный элемент да и он от юнита наследуется а не забудем здесь мне подставить player так ну и теперь пишем вы мне должны помочь я потому что сейчас на память не помню я конечно не на клавишу как проверить нажат на клавиша влево лава я уже вспомнил чем нету подсказала из да он так мы будем вас давайте стрелочки сделаем все таки я привык а можно для второго игрока потом вас сделать так и флот вас я хочу движение по экрану его сделать немножко не то мы ему разрешим двигаться влево только когда по иксу сил x x больше 0 плюс селф радиус или диаметр нам нужно радиус потому что из центра рисуется я только одну кнопку добавил чтобы ну проверить значит игрок у нас будет только может ходить влево пока но я проверю если ошибок нет а вот я уже вижу ошибку надо же прибавить селф x присвоить селф x минус селф спину так скорости у нас еще нет давайте ее добавим даже в самые родительские классы селф и да 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 ну просто я сейчас буду и врагов тоже которые движутся не случайно вот хотя давайте вот так да лучше так чтобы было понятно добавляем эту переменную только в игрока где у нас этот плеер 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 ой ребята да вот кстати хороший пример если бы я не добавлял никакие переменные класс плеер а я добавляю так что давайте возьмем инициализацию игрока если у нас будет добавляться какие-то дополнительные переменные значения ее придется изменить плеер пусть имя x y остается а вот как смотреть как вызвать родительский родительскую инициализацию чтобы не набирать вот эти все строчки и x присвоить и так далее мы просто пишем юнит юнит . инициализация обязательно пишем первым аргументом селф просто пока запомните что это нужно я объясню потом для чего а здесь повторяем переносим вот эти вот параметры все а здесь уже добавляем то что нам нужно добавить в плеера то чего нет юнитах врагов скорость потом отдельно зададите вопросы вот в конце когда добавим движущегося игрока и после того как он сможет убивать и и когда будет работать коллизия что нельзя будет пройти сквозь врага добавим еще что-нибудь по вашему запросу вы сможете использовать своих приложений так вроде все нормально только я игрока забыл добавить игрока мы тоже добавляем вот здесь но так как игрок у нас один поэтому мы без цикла его добавим просто пишем вот эту строчку юнит так же юнит плюс один присвоить и не дропа а плеер имя его напишем плеер рок никаких и у нас здесь нет так как мы цикл не используем выдавайте у него не рандомные будут координаты а он всегда у нас будет посередине экрана как середина экрана узнать мы смогли молодец все вроде пути тьфу он наш игрок он умеет только слушать одну кнопку лево ой не понял а да а знаете вот что я забыл умножить на дт это она как раз замедлить скорость и сделает ее одинаковой при любом fps так как удачные ошибки то совершаю вообще вот все мы посмотрим радиус вы вылезет нет идеально давайте быстренько добавим до другие клавиши давайте вот как сделаем не просто ntf а здесь напишем ел спив мне в некоторых играх не нравится смотреть например две кнопки если нажать сразу влево и вправо лучше так сделать или нет а у меня здесь не будет он будет ли он будет идти все время в одну сторону как бы не он дрожать кстати здесь не будет вот смотри и не увидишь потому что он успеет прибавить и отнять координату но мы во время это все правильно он дергается но мы в этот момент когда он проблем мы еще не отрисовываем отрисовывать мы потом будем вот в этой штуке которая андро ладно пусть для разнообразия лс пив а так а вот здесь и кстати ваня такой дел можно идти вправо если self x меньше не нуля в данном случае а у нас там что там ноу фикс без вис как плюс р ли здесь ставить если x меньше нет минус минус а ну давайте быстренько проверим бой а да забыл скобки поставить это у нас функция я не могу остановить урок к сожалению работает или давайте остановим урок